как всегда в это время ваше медицинское ток-шоу алло доктор принцип нашей программы простой вы задаете вопросы мы отвечаем на них просто в прямом эфире и сделать это можно двумя способами первый позвонив нам второй написав на форум или фейсбук и вот вопрос нашей сегодняшней программы сегодня у программы украл сдал доза украл сдал доза заработок случайно доза эпидемия наркомании в украине чому молодые хлопцы и девчата обирают залежность за какими ознаками можно заподозрить людину у вживанні наркотиків чеснують насправді колишні наркомани які методи лікування залежности дійсно працюють та що таке гипноз проти бажання отримати дозу про все це за мить в ефірі вашого медичного ток-шоу алло лікарю возможно ли вылечить зависимость поговорим об этом сегодня и кто же будет отвечать на мои и ваши вопросы василенко віталій іванович лікар психиатр психотерапевт нарколог керівник психотерапевтичного наркологічного центру в запоріжжі автор запатентованої методики лікування наркомании та інших залежностей стаж роботи 40 років життєвий девиз щастя це коли ти робиш те що здається недосяжним здравствуйте віталій іванович добрий день і хотел би напомнить телефон нашої студії 490 1134 звоните не стесняйтесь мы ждем ваши телефонные звонки віталій іванович 40 лет в медицині 40 лет стажа расскажите нам сколько лет вы посвятили лечению зависимостей сколько вы уже что называется вот потом по теме нашей сегодняшней программы занимаетесь я вначале занимался зависимостью алкогольной 25 лет уже занимаюсь зависимостью наркотической помимо этого я занимался психосоматикой то есть пациенты с после инсультов детских церебральных параличей получалось иногда как чудо включать резервные возможности и человек начинал двигаться начинала себя обслуживать то есть из колеки из абузы для окружающих он становился вполне самостоятельным и это иногда действительно выглядело как чудо первый раз когда ко мне пациент пришел наркозависимый бытует мнение что это бесперспективно что лечить не стоит что бывших наркоманов нет я считал ну что это так хотя перед этим имея опыт больные с после параличей после дцп возвращается к жизни я для себя решил неужели наркозависимость намного тяжелее намного сложнее и первый пациент за счет лечения лечение жесткая стресс шоковая как и при алкоголизме это первый положительный результат 25 лет назад уже давным-давно он забыл о наркотике счастлив жив здоров после этого было много ну я считаю несколько тысяч пациентов которые прошли через клинику и особенность моего лечения лечение которое запатентована это то что я считаю ну я принадлежу к меньшему может меньше категории меньше части врачей наркологов которые считают что алкоголизм наркомания излечиваются раз и навсегда что не переводится в состояние хронической ремиссии какой-то что реально мы можем подвести черту поставить точку и сказать ты был перевернул страницу живи живи в реальной жизни и подтверждение этому 25 20 лет пациенты без наркотика без алкоголя тут уже сказать что наркотики еще будет ждать на руку алкоголь еще будет ждать но это смешно и действительно неправильно вот в 25 лет занимаетесь проблематикой это наркомании с моей точки зрения вы практически стоите что называется у истоков лечения наркомании потому что вот украине приблизительная такой возраст так вот мой вопрос как-то изменилась структура обращаемых к вам пациентов я имею ввиду более стали сложные запущенные случаи или наоборот сейчас к вам обращаются люди которые только что называется оступились и обращаются к вам за помощью помогите или же наоборот вот за эти 25 лет структура пациентов которые страдают от зависимости к наркотикам как-то поменялось к сожалению наркомания ну я наблюдаю принимает характер эпидемии и количество наркозависимых есть официальная статистика порядка 150 тысяч но можно смело в день на 10 умножать если не больше вот это мы получим эту цифру но тут уже идет на миллионы и самое печальное самое страшное это не только проблема это не просто проблема они же все не будут жить многие не станут отцами матерями многие не познают что такое счастье иметь ребенка они умирают молодом возрасте продолжительность жизни наркомана семь восемь непрерывный стаж семь восемь лет я видел хрония сепсис и пациенты погибали через два три года употребления поэтому говорить что это действительно проблема это серьезно проблема эта проблема которая забирает молодых молодых цветущих красивых которые могли бы что-то в жизни сделать но они уже попав в этот иллюзорный призначный мир уже не могут не имеет выбора я всегда говорю выбор есть перед тем взять или не взять наркотик ты можешь сказать нет я не буду а вот когда ты употребил к сожалению тебя не будет выбора и наркотики зачастую мы боремся с ними а изобретается все новые 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 виды наркотиков мне зачастую приходится сталкиваться с препаратами которые ну в голове не укладывается что он может быть наркотиком но такой большой дозировки за счет интоксикации он действует токсически и пациенты принимают постепенно деградира и уходя из жизни причем медицинские препараты те же антидепрессанты сейчас очень много препаратов так называемые нюхательные соли курительные соли это сказать что там там есть и каннабис там есть и амфетамины там есть настолько намешано и я наблюдаю это новые они относительно дешевые и пациентов которые употребляют их становится все больше 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 но как быстро страдает психика ужасно как быстро страдает мозг как быстро страдает сердце и как быстро они либо становятся пациентами психиатрии либо же уходят из жизни и для меня ну я считаю что любой способ кто угодно как угодно если борется надо с этим бороться и я даже считаю термин борьба воевать потому что это сейчас реально война есть забирает молодых людей а до этого у нас не было войны и я несколько раз сделали фильмы телевидение было и предлагал у меня такая ну сюжет хотел на кладбище снять вот эти надгробия молодых а потом анализ от чего умерли я просто знаю что процентов 80 сейчас конечно война забрала очень много а тогда процента 80 наркотик не доживаю до 30 не доживаю до зрелого возраста ко мне если попадает пациент не молодой я знаю это скорее всего криминальный какой-то элемент это скорее всего 5-7 10 лет тюрьма спасала для вас имеет знаете многие считают что вот делят наркотики и зависимость соответственно на легкие и тяжелые соответственно легкая зависимость тяжелая зависимость легкое незначительное влияние на организм психику и тяжелое вот не ваше отношение к такому мнению отношения любой вид наркотика даже то что считается марихуана и в некоторых странах муссируется вот эти разговоры легализовать или более не легализовать это наркотик наркотик который приводит психической зависимости приводит и приводит довольно быстро меняется психика мне приходилось видеть канабиноидные галлюцинозы они не частые но это галлюцинозы они почти не отличимы от симптомов шизофрении вот при канабиноидных галлюцинозах и зачастую они не проходят становятся хроническими то есть пациент то что считается самое легкое я не считаю я еще раз могу утверждать легких тяжелых нет любой вид наркотика приведет тому что ты очень быстро будешь лишен выбора очень быстро ты станешь я называю просто его приложением потому что наркотик с утра тебе уже диктует заставляет наркотик меняет тебя настолько вопрос был как распознать наркомана что ребенок или кто-то из близких начал употреблять да это очень несложно вы наблюдаете резко меняется поведение он либо чересчур не оживлен либо наоборот заторможен он бывает раздражительно озлоблен у него появляются другие интересы иногда он живы всегда наркотик сопровождается ложью из дому пропадает совершенно неожиданно какие-то друзья появляются речь либо оживленная либо наоборот смазанная затем наблюдаешь как меняется твой сын или твой муж становится чертым эгоистичным бездушным это быстро замечается глаза либо склеры красные либо зрачки чеще русские либо расширенные тут очень много симптомы но первый симптом он стал не таким мы продолжим эту тему давайте ответим на телефонные звонки их уже много здравствуйте слушаем вас алло здравствуйте слушаем ваш вопрос я хотел бы напрямую задать вопрос доктору василенко пожалуйста добрый вечер добрый доктор василенко скажите пожалуйста центр реабилитации запорожский он был общедоступен для всех наркозависящих и насколько он дорогой дело в том что я знаю от своих друзей которые были инкогнито в запорожье инкогнито познакомились с вашими ведущими специалистами олегом шевченко олегом капустянам еленой келяниной олега швачко ольга швачко и другими дело в том что я слышал что там настолько у вас страшные цены что вы пользуясь горем людей особенно родителей спасибо большое за вопрос когда о лечении лечении наркозависимых конечно не сами они платят за лечение насколько доступно лечение в вашем центре лечение сразу могу сказать что лечение не я не считаю что это дорогой курс лечения где-то месяц больше в зависимости от того пока мы не достигаем результата пока мы не увидим что полностью убирается тяга полностью снимается психической зависимости это особенность центра теперь по ценам были до того времени когда началась в стране война когда начали нищать люди цены были чуть выше сейчас цены порядка 30 тысяч гривен куда входит все проживание питания медикаменты обслуживания все процедуры все и сопровождающий в том числе потому что условия вместе а в отдельной палате находятся вместе с пациентом находится кто-то из сопровождающих не для того чтобы следил наблюдал режим полу открытых дверей режима я не закрываю нет решеток мое мнение что пациент убрав наркотик должен реально увидеть вот я предлагаю более подробно о лечении поговорить после того как мы увидели добавлю реально по поводу цен по поводу оплаты я всегда иду на уступки всегда иду на скид на скидки более того для меня ну я могу даже стать в отличие от многих моих коллег это не бизнес для меня важен результат я не в одном сета я знаю если я вижу что пациент не перспективы не хочет я говорю забирайте деньги уезжайте спасибо большое за ответ мы продолжим отвечать на ваши телефонные звонки после нашего сюжета таки обиймы а это не ритуал это эмоциональный стан вдячности в результате лековальных санксов у подсвядомости пациента практически на все життя закладается страх та відраза до алкоголя или наркотиков в конце курса лекования ему руки дают чутки под действием гипноза людина бьется в конвульсиях відчуває задуху тепер у підсвядомості це реакція на алкоголь чи наркотики розтиснувши руку усе минає немає наркотиків немає болю у братів Сергія та Ігоря на двох невеликий бізнес будівельна компанія кожен з них гарний сім'янин і головне здорова людина а ще 20 років тому ці хлопці були наркоманами обидва приймали ін'єкційні наркотики алгоритм їхнього життя був простим украл сдав доза украл сдав доза заработок случайний доза хлопці зізнаються такою була їхня компанія восьмеро з десяти стали на шлях залежності двоє уже померли від наркотиків решта друзів чергує тюрму із дозою хлопці ж підтримували одне одного так і зупинились здесь очень важно в этом деле комплексная поддержка сім'я то ли это брат то ли это отец то ли мать то ли жена то ли дети смотря в каком формате человек попадает в эту мину найважче кажуть чоловіки зупинитись і зуміти втриматись від спокуси самое страшное было что я вышел на улицу и меня окружала та же самая компанія братців лікували методом шукової терапія результати показують такий метод дійсно працює 18 лет я меня вылечили и вот сейчас ровно столько же я абсолютно нормальный человек нині лише на обліку в МВС перебиває близько 150 тисяч наркоманів і це лише офіційні дані насправді ж таких хворих не менше двох мільйонів точну цифру назвати складно однак щорічно їх кількість зростає в МВС кажуть більше половини вуличних злочинів скоюють наркомани а зупинити епідемию наркозалежності в умовах нашої країни майже неможливо Анна Варемій, Майя Підгородецька, Максим Шевченко для вашого медичного ток-шоу Алло лікарю Вы смотрите программу «Алло, доктор» Спасибо, что вы с нами тема нашей сегодняшней программы «Можно ли вылечить зависимость» И у нас в гостях пациент Виталий Ивановича Игорь Бывший 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 Вот чудесно, что вы меня поправили, потому что действительно это очень важно Бывший пациент Игорь, а расскажите свою, пожалуйста, нам историю Позже случаем хотел бы передать привет родным близким, которые поддерживали меня в тот момент Жена, дети, родители Благодаря ихней помощи, благодаря помощи Виталия Ивановича В принципе, все в жизни получилось, все изменилось История, история банальная для тех лет Это распад Советского Союза, бардак в стране Девяностые Начало 90-х 80-90% моих друзей-сверстников Все занимались в той или иной степени Кто-то марихуана, опиум, ширка так называемая Продавалось, как горячие пирожки на рынке То есть это была не проблема абсолютно В свободном доступе Попробовал раз Попробовал второй раз Раз в месяц, два раза в месяц То есть это было как баловство Никакой зависимости Это были инъекции Это были инъекции Вроде бы поначалу нравилось, не было никаких проблем Не чувствовалось Потом выше, выше доза Я считаю, был призыв в армию Призыв в армию Это она какое-то время отодвинула Отодвинула этот период серьезного употребления Серьезный доз В армии не употреблял После армии женился Жену привез Татьяну с армии Уже в положении Уже в положении Сыграли свадьбу И я уже думаю, вроде бы как опытный Опытный человек Пробовал Я не начну по чуть-чуть Кубик, полкубика Там И так буду двигаться И все у меня будет в жизни получаться Не получилось Не получается самообман Не бывает чуть-чуть наркомана Чуть-чуть алкоголика Не бывает Наркотики есть такая По оркеству наркотик Уметь ждать Можно не по колодце месяц Если ты себе не сказал И не сказал себе Нет Значит это нет Не получается Я начал пробовать По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Доза быстро очень увеличилась И я стал перед выбором У меня была жена на руках На седьмом месяце беременности И у меня половина друзей не пооставалась Они на кладбище были Кто на кладбище Кто в тюрьме У меня стал выбор Посоветовали В клинику Виталия Ивановича Василенко Обратиться Ну была очень интересная ситуация Не знаю Будет зрителям интересно Не интересно Настолько было У меня сильное желание Я понимал Что назад дороги нет То есть это мой единственный шанс Я пришел к Виталию Ивановичу На тот момент не было мест А я уже пришел с вещами С женой Виталия Ивановича Не проблема Через месяц приходи Виталия Ивановича Извини Я отсюда могу только По трамвай пойти Потому что Ну не бывает Не бывает такого Все я уже дальше Сомневался Очень сильно Помогла жена Обязательно было условие Что ответил при этом Виталия Ивановича Вы сказали что Выбора у вас нету Он нашел место Ложись Виталия Ивановича Виталия Ивановича Ложись Ложись Все без вариантов Нашли место Я лег Да со мной Курс лечения проходил На тот момент Если не ошибаюсь 2-3 недели 2-3 недели Это была Физиотерапия Параллельно С психологическими Сеансами Иглоукалывания И этот комплексный подход В принципе В принципе Я по себе скажу Я не заметил Как я вышел из этого состояния Ошибочное мнение Наркозависимых людей Это будет больно Это ломка В данном методе Эта ломка Плавно выходит То есть Доктор плавно выводит И доктор Помогает только Пройти по этому пути Первый вопрос был У Виталия Ивановича Ты хочешь или нет Если пациент Колеблется Бесполезно Какой бы доктор не было Какая бы методика не было Результат будет Отрицательный Игорь Какой для вас был Самый главный аргумент Выбора клиники Ведь я думаю Что и тогда В 90-х годах На этом Огромное количество Скажем И врачей И лже врачей Методик всевозможных И было много Почему вы доверились Настолько доверились Что для вас был выбор Либо лечиться В клинике Виталия Ивановича Либо Что называется Под трамвай Почему такая была Вера В эту клинику Я хочу сказать Что вы немножко Заблуждаетесь В тот момент Как раз Была официальная Ноздавность На уровне Клиника Это наркология Так называемая Реклама была Отрицательная Но люди выходили И буквально сразу же Опять начинали По Виталию Ивановичу Были уже То есть Выбор от вас Я так понимаю Особо так и не было Особо не было Я поверил человеку И посмотрел в глаза Здесь Вера Здесь вера 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 Человек должен верить в себя Если человек верит в себя Доктор поможет Вы понимаете Если человек верит в себя Мне так почему-то кажется Он не начнет То есть Здесь тогда надо четко понимать Почему был мотив Потом Когда вы говорите о том Что для меня было четко Осознание того Что так больше Быть не должно И я И самое главное Что должно быть понимание Что Ты сам С этим не можешь справиться То есть Я так понимаю Что у вас было четкое понимание Что Сами вы Не сможете Решить эту задачу Абсолютно четкое понимание И По статистике Я анализировал Тоже И эту тему С Виталий Ивановичем Не раз дискутировали Я посещаю Он приглашает меня На свои сеансы Мы общаемся с ребятами Где они вживую Задают вопрос Абсолютно нормальные вопросы Как ты Вот вернулся после клиники Ты опять возвращайся туда же Опять же Есть рекомендации Мягкие но не У всех есть возможность Куда-то переехать В другой город Поменять круг общения Это оборудование Растующее мероприятие Здесь на себе сказать Точка Все Нету больше Ни золотого Ни бриллиантового укола Никакого нету Все Я начинаю новую жизнь В этом помог вам Виталий Иванович Вот понимание того Что не может быть Полдозы Понарошку С закрытыми глазами Как методика Виталий Ивановича Вам помогла Не только Уйти Знаете то что мы говорим В стадию стойкой ремиссии А поставить точку Жирную точку На вашем влечении К наркотику Он помог Вернуть За вот этот Я Опять же говорю На своем опыте Помог вернуть Мое состояние Психологическое На здоровый уровень Все должны понимать Что Наркозависимый человек Это больной человек Это не преступник Преступление Которое он совершает И все остальные Негативные поступки Это следствие Употребления наркотиков А до этого люди Все абсолютно нормальные Это наши братья Это наши дети Наши сыновья А у нас еще общество Не созрело У нас наркоман Это изгой общества Это преступник Во всем мире Цивилизованном Это больной человек Его лечат Ему помогают Поэтому Здесь Надо абсолютно подходить Как больному человеку И протягивать руку помощи Я как раз Не это хотел услышать Я хотел спросить Вот понимаете Методика Виталия Ивановича Вот мы сейчас И увидели это в сюжете Это жесткое Это через страх Это знаете Ну вот Те кадры Они так ну Мотивируют Что там все серьезно Там в бирюльке Не играют в центре Вот для вас Вот вы говорите о том Что для вас Это не составляло Большого труда Что для вас Не было ломки Это был какой-то Такой комплексный подход И вы даже сами Не ощутили Как вы вышли Из этого состояния Они стали Тем человеком Которым вы были До начала Принятия наркотиков Мы наверное Немножко трудного Не поняли Да Это был На мой взгляд После того Кошмара Который был При употреблении наркотиков Да Поначалу идет Эйфория Легкая Поначалу все хорошо Поначалу есть кайф Поначалу все нравится Потом начинается боли Потом начинается болезнь Потом начинается абцессы Когда нету денег Начинаются ломки И когда Я попал в клинику Да Это было тяжело Это было тяжело Потому что это менялось Жизнь полностью Я Выходил Я боялся То есть Я не понимал Как я выйду И буду заниматься Допустим Я занимался Ремонтом автомобилей Как я с утра вставал Я шел Принимал дозу И занимался А как я щас стану Я не смогу Мне надо Жизнь начать заново Вот это было страшно Как начать жизнь заново А поменять себя Я не скажу Что это самое страшное Надо для себя Принять решение Все Это был последний укол Все Я себя меняю За 20 лет Вам ни разу не приходила В голову такая мысль А попробую А может быть Действительно Вот же есть же Вот он Виталий Иванович рядом Он поможет Вот такой мысли Ни разу не возникало? Ни разу не возникало Ни разу не возникало Почему? Потому что были живые примеры Которые По два По три раза бросали Не бывает такое Наркотик умеешь дать? И через 20 лет Я За себя Да, прошло уже 20 лет Но я не могу гарантировать Если Не дай бог Я уколюсь Что я не буду дальше продолжать Это табу Все Этого нету Это было в той жизни В этой жизни нету Огромное Огромное спасибо вам Что нашли время Прийти к нам в студию А мы продолжим отвечать На ваши телефонные звонки После нашей небольшой паузы Эпидемия наркомании в Украине Чому молодые хлопцы и девчата Обирают Залежность За какими ознаками Можно заподозрить Людину У вживанні наркотиков Чи існують насправді Колишні наркомани Які методи лікування Залежності Дійсно Працюють Та що таке Гипноз Проти бажання Отримати дозу Про все це Замить В эфире вашего Медичного ток-шоу Алло лікарю Телефон нашей студии 490-11-34 Звоните Не стесняйтесь Мы ждем Ваши телефонные звонки Виталий Иванович Вот таких как Игорь Мне кажется Вот настолько Замотивированных людей Ну наверное лечить Ну не то чтобы легко Но это что называется Благодатная почва Куда ты сеєш зерно И оно всегда А когда нету такого Такого мотива Что либо под трамвай Либо к вам в клинику Вот таких пациентов Как вы лечите Как их Вы убеждаете Или говорите Нет так ты не хочешь Все до свидания Ты не мой пациент Первое Очень часто Пациент приходит Колеблясь И для меня Интересно Когда я вижу Критическое отношение Недоверие Скепсис определенный Когда я вижу Сопротивление И мне Нужно сделать Все чтобы Доказать По крайней мере Я говорю Из головы Отсюда Память Воспоминания Мы уберем Каким образом Да это тяжело Это неприятно Это Некоторые называют Как экзорцизм Но это реально Ты забудешь Что такое приход Это я обещаю И через время Спрашиваю Пациент не может Что такое Кайф Слово наркотик Будет у тебя Ассоциироваться С крайне Негативными Доходящими До паники До ужаса До ощущения Смерти С состояниями Вот Игорь Совершенно Недавно Сказал Все правильно Только в начале Иллюзия Иллюзия Что это помощник Только в начале Иллюзия Что ты Свободен Что ты себя Чувствуешь хорошо Но очень быстро Приходится платить Очень быстро Наркотик Наркотик Тебя не просто Ставит На колени А диктует Свои правила И самое страшное Что ты живешь В этом Иллюзорном Мирке И ты знаешь Что завтра Начнется с одного Как вот он сказал Нет денег Будет ломка И с чем я займусь Мне надо Дозу принять Потому что без дозы Я не могу Не двигаться Не разговаривать Не думать Мне не надо умываться Мне ничего Мне надо доза А ради дозы Ты готов что угодно Ты сходишь с ума У тебя дичайшая депрессия В начале кажется Что снимается Плохое настроение Да Есть свойство наркотика Повышает работоспособность Убирается боль Но очень быстро Ты находишься в состоянии Хронической боли И вот сеансы построены На том что Внушается наркотик Не уход от боли А боль постоянная Длительная Жгучая Не отпускающая Ни на секунду Ни на минуту В состоянии транса Больные испытывают боль Боль дичайшую Как раз это и есть На время Наркотик обезболивает Потом боль Опять возвращается На время Наркотик дает Иллюзию здоровья Потом нездоровье Опять возвращается Ты движешься Только в одну сторону Ты движешься К тому Чтобы потом Уйти из жизни Слова Игоря Вы слышали Большая часть На кладбище С наркотиком 20 лет Все это время Я убежден Что из тех Кто с ним начинал Если продолжали Наркотик В живых никого Уже Никого Давайте ответим На телефонные звонки Здравствуйте Слушаем вас Здравствуйте 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 Ваш вопрос Пожалуйста У меня нет вопроса Я хотела поблагодарить Виталия Ивановича Спасибо Мы слушаем вас внимательно За что Мы были 20 лет тому назад У Виталия Ивановича Мы ему очень благодарны А кто вы Представьтесь пожалуйста Валя и Юра Кто 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 мы Ну мы были Был муж у меня Есть Юра А была с ним жена Валя Вот мы Тогда еще в клинике не было У вас Спасибо Спасибо большое за Слова благодарности Спасибо вам неприятно Но Я не помню Виталий Иванович Ну у вас Вы сами сказали Больше тысячи людей Прошли через Я иногда Мне приятно слышать Приятно Приезжают в гости И не узнавать Жизнь не меняется Просто что мы в одном городе живем Я его эпизодически Я его эпизодически Его и брата Сережу вижу И мне по-своему Ну приятно Что Для меня Лечение Не только избавиться от наркотика Он полностью изменился Он Самодостаточный Он Сильный Он волевой Он счастливый Все Есть У него трое детей У него маленький ребенок Он не рассказал Более того Я могу рассказать Все что можно сказать про Игоря У него есть самое главное Это жизнь Жизнь Да Во всех смыслах этого слова У нас есть еще телефонный звонок Здравствуйте Слушаем вас Алло Здравствуйте 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 Я слушаю Я задаю вам вопрос Любовь Михайловна Кривой Рог Виталию Ивановичу Лечит ли он алкоголизм Да Спасибо Спасибо большое за вопрос Я начинал работу Будучи совсем молодым Начинал лечение алкоголизма Тогда как раз кодирование Подобженко И где-то мой метод Это гипноз да Это с использованием гипноза Да да Но это вариант гипноз Не классический Это когда релаксация Когда расслабленность Гипноз который Я ввожу в транс За счет перенапряжения Эмоционального Волевого Физического Перенапряжения воспоминаний В этот момент Это действительно более глубокие Состояния Измененное состояние И в этот момент Как раз Доминанта Вот это То что Наркотик Для тебя Боль Страдания Смерть Закладывается И причем В отличие от Это После гипнотического Внушения Которая 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 И третья Это зависимость Это зависимость Нарком Очень сложно То То Самое Наркотик Которая Чумак Чумак Это Я могу Наркотик Будет Йога Будет Которая Любого Влечения Была И Примерно Я так могу сказать До сорока процентов Ниже конечно процентов Я лгать не хочу В клинике Выше Там Эффективность Больше Видишь Больного Тут Тем более Есть категория Больных Которые просто хотят Анонимность Которые Не могут показывать лицо Виталий Иванович Будем откровенными 40% это большой процент Большой Давайте послушаем еще Телефонные звонки Здравствуйте Слушаем вас Здравствуйте Я хотела бы Виталию Ивановичу Задать вопрос А вот всегда Нет отключения Или сроки Бывают другие Спасибо большое за вопрос Вот Вы все время говорите о том Что мы Ну вот во всяком случае Слышали что Вот базовое лечение Оно длится месяц Соответственно есть цена вопроса И она рассчитана на месяц Месяц это полный курс Или знаете Бывают такие тоже Клиники Вот давайте месяц посмотрим А потом еще месяц И еще месяц Вот за этот месяц Какой-то результат Или не какой-то А результат Вы можете гарантировать Смотрите Я Иногда месяц Иногда 40 дней Иногда полтора месяца Но для меня Важно Выписывать И прощаться с больным Когда я Реально вижу Он Свободен Здесь Психологически В снах Максимальный срок Пребывания в вашей клинике Пациента И полтора и два месяца Было По-разному Но больше двух месяцев Такие пациенты Вы сейчас вспомните? Нет больше двух не было То есть это максимальный срок Пребывания в вашей клинике Мы Пережим Сеансы Очень тяжелые Мы просто Сделаем невротик Я иногда Три недели И останавливаюсь Потому что Можно добиться того Что пациент Будет просто бояться Обычной таблетки Просто бояться Обычной инъекции Можно этого добиться Но Добиваться надо Не этого Надо убрать Наркотик И Убедить И По крайней мере Заложить Ты свободен Ты сильный Ты волевой Иди дальше Это только Первая часть Твоей победы Осталось буквально Одна минута до конца эфира К сожалению Ваш основной посыл Для наших телезрителей Что вы хотите сказать? Основной посыл Я Прошу Мне Очень обидно Когда Когда Кто-то вот смотрит Употребляю наркотик И на себе поставил крест Мне очень обидно То что Ты Слушал Слова Когда тебе говорили Конченый Неизлечимый Я просто реально Знаю Опыт Мне Подсказывает Я могу утверждать Любой Человек Способен справиться С этим Любой Каждый Необходимо Лишь Желание Я Прошу Поверь в себя Не ставь на себе крест Не Иди по течению Не убивай Ты же не жил Живи Я прошу Живи И сделай Ты сильнее Намного сильнее Ты себя даже не знал Огромное Спасибо вам За столь Интересный рассказ А я напомню Что у нас в гостях Был Василенко Виталий Иванович Врач-психиатр Психотерапевт Нарколог Руководитель психотерапевтического Наркологического центра В Запорожье Смотрите нас Каждый будний день В 10 утра В 16.50 вечера Будьте здоровы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова